Так, ну что, пожалуй, еще одна фигуристка, которая приятно удивила, приятно порадовала, помимо Саши Трусовой, это Алена Косторная. Вспоминая тот показательный номер Алены, который я толком не видел, но слышал музыку, собственно, потому что я слышал музыку, я ее побоялся смотреть, и, естественно, с ужасом ждал произвольной программы. И что мы слышим в начале? Начинает играть очень приятная музыкальная композиция. Дальше Аленка через всю площадку делает заход на двойной аксель, через Инну Бауэр, и, казалось бы, куда можно круче прыгать двойной аксель, чем Алена прыгала до этих пор, но, пожалуй, вот этот аксель был абсолютно лучший. Когда Аленка на льду, чувствуется одновременно огромная мощь и свобода в катании. То есть, представьте себе существо, которое обладает огромнейшей силой, но при этом весит как пушинка, и само по себе миниатюрно, ну и, безусловно, совершенно очаровательно. Вот так, пожалуй, можно описать Алену. Так что, конечно, приятно удивили с произвольной программой. Даже вторая часть программы, где вот это была страшная музыка, в исполнении Алены все это очень неплохо смотрелось. И что самое поразительное в Алене, если ты смотришь на других фигуристок, так или иначе у всех у них виден потолок. И после каждого проката можно более-менее ориентировочно оценить, насколько хорош был прокат. Это был максимум, показанный фигуристкой, то есть потолок-потолок, либо еще есть к чему стремиться. Но в случае Алены потолка почему-то не видно вообще. Складывается ощущение, что в этом маленьком, хрупком и милом создании скрыта просто нереальная мощь, огромнейший потенциал. То есть она делает, например, свой шикарный аксель, ты видишь и понимаешь, что он выполнен абсолютно превосходно, но тем не менее есть ощущение того, что именно в случае Алены всегда можно сделать еще лучше. То же самое касается и катания Алены. То есть вроде бы куда уж можно лучше кататься, но в ее случае можно. Все мы знаем выражение «нет предела совершенства». В случае Алены это абсолютно точное описание. Так что подводя итоги, удивили, приятно удивили, очень неплохая программа. И это мы говорим о сырой версии на контрольных прокатах. И есть все основания полагать, что дальше будет только лучше. Но в первую очередь я, конечно, буду ждать тройную аксель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...